Всем доброго времени суток! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, и сегодня я действительно буду выступать от персонажа, педагога по актерскому мастерству, потому что сегодня хочу предложить актерам, профессиональным актерам, начинающим актерам, которые хотят начать свою карьеру в кино, обязательно посмотреть один фильм. Также кому этот фильм еще стоит посмотреть обязательно, это тем людям, кто любит, кого не пугает метафоричность и образность, мысль и слово, то вы нашли то, что должны были найти. Это очень глубокий философский фильм, и я лично, я не зря потратила на это время, на просмотр этого фильма. Еще объясню почему. Так как я педагог по актерскому мастерству, я очень много просматриваю фильмов, более тысячи, тысячи фильмов я уже просмотрела, поэтому мне большинство фильмов уже неинтересны. Я просто смотрю начало, потом пролистываю, и финал, и весь фильм понятен. Здесь в данном случае я смотрела его не отрываясь. Настолько этот фильм меня глубоко задел, настолько мне интересно было смотреть и понимать его философскую идею, что же хотел донести режиссер. Поэтому кино для тех, кто уже имеет большой жизненный опыт. Если бы мне было, ну так, вернуть 25 лет назад, я бы, честно сказать, я бы не поняла этот фильм. То есть этот фильм не только для подростков. Почему? Потому что в главных ролях в этом фильме снимаются одни подростки. Но этот фильм как раз для людей, у кого уже есть опыт за плечами, он будет более понятен. Реально, в том возрасте, в котором играет главная героиня, я бы не поняла. Я бы не поняла идею фильма, я бы не разобралась. Поэтому, если вам за, то с удовольствием посмотрите, и вам понравится, я думаю. Итак, какой же это фильм, да? Фильм называется «Верба», испанский фильм. Снят он в 2011 году, 16+, жанр, приключения, фантастика, драма. Я бы хотела особое внимание уделить главной героине фильма, Альба Гарсия, который играет Сару. Но вот здесь, что я хотела бы особенно подчеркнуть, актриса, актеры, уважаемые, когда вы будете ее смотреть, посмотрите на ее работу. Я смотрела, не отрываясь. Для меня, лично, опять же, это мое мнение, что она намного интереснее, намного эффектнее, чем Анжелина Джоли. Вот даже так. Если вы будете с этим не согласны, это ваше право, и можете написать об этом в комментариях. Но актриса очень сильная. С удовольствием посмотрю фильмы дальше с ее работами. Затем, что бы я хотела, о чем бы я хотела предупредить, когда вы будете смотреть это кино, о переводе. К сожалению, перевод страшно ужасный. Да, вот прямо так я скажу два этих словосочетания. Потому что там оригинальный перевод накладывается, на оригинальный перевод накладывается русский перевод. И поэтому немножко сложновато смотреть, но чем хорошо, тем, что слов там на самом деле очень мало. Поэтому в основном идут действия. Поэтому сначала режет слух, ты сидишь, прислушиваешься, но потом все хорошо. Ты входишь в темпо-ритм фильма и уже ничего не замечаешь. Дальше, что бы я хотела подчеркнуть в этом фильме, что мне очень понравилось, это то, что слово верба в переводе с испанского означает глагол, слово, толпа. И мне нравится то, что попали в точку в названии фильма. Вот реально, те, кто его создавал, они попали в точку. Почему? Потому что, вот сейчас мы как раз перейдем с вами к идее фильма. И, так, отлично. Мы сейчас с вами как раз перейдем к идее этого фильма. Прежде чем мы к ней перейдем, я хотела бы сказать следующее, что 9 июня у меня будет прямой эфир на ютубе. Мы будем, я делаю вебинар в прямом эфире по разбору видео-визитки. Дело в том, что я приехала в Москву в августе 2014 года, и когда я приехала в Москву, я не знала, с чего мне начинать свой путь в кино. Теперь я наработала опыт. У меня есть съемки в кино, в сериалах, в рекламе. И я бы хотела поделиться той информацией, которую я знаю, по видео-визитке. Я актер, для актера это самый необходимый инструмент для работы. Поэтому 9 числа, чтобы вы поучаствовали в этом вебинаре, напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp или в Telegram. Я добавлю вас в общий чат. 8-900-85-447-00-87. И напишите, что я хочу участвовать в вебинаре по разбору видео-визитки. Для чего я вас добавлю в общий чат, потому что после вебинара, в течение трех дней, вы имеете право снять свою визитку, отправить в общий чат. И я вам дам обратную связь, и не только я, а все ребята, которые будут в этом чате. Если вы действительно хотите, чтобы у вас был хороший инструмент, инструмент, который бы цеплял режиссера, потому что мы будем разбирать видео-визитку главной героини сериала «Березка» раз. Мы будем проходить такие фишки, как что же хочет видеть режиссер в видео-визитке, какой посыл, какую энергию, как он хочет видеть вас. Дальше мы разберем техническое оборудование обязательно. И немаловажный аспект, как минимум вложения капитала финансового, вы сможете снять хорошую видео-визитку, которой будете гордиться вы сами, и благодаря которой вас будут приглашать на кастинги и пробы. Поэтому, ребята, записывайтесь, это полезно не только начинающим актерам, но также и профессиональным, если пришло время переснять видео-визитку. Видео-визитку желательно переснимать раз в году. Ну что ж, а теперь в чем же философия и идея такого чудесного, замечательного фильма? Мне очень понравилось, что если вы умеете анализировать, любите пофилософствовать, то вам легко будет понять ту идею, которую хотел донести режиссер Эдуарда Чепера Джексон. Если вам понравится сам фильм, вы, соответственно, можете потом набрать фильмы этого режиссера и, соответственно, еще посмотреть его работы. На первый взгляд покажется, что фильм пропагандирует суицид, но это далеко не так. Он противоположен этой идее. История героини показывает, как мы опускаем руки в трудной ситуации. Когда нам кажется, что весь мир настроен против нас, и мы выстраиваем определенную стену и не пускаем людей, даже близких нам, войти в наше пространство. Опускаем руки, идем на дно, впадаем в депрессию, не используя при этом глагол «действовать». Вот там очень интересно, в самом фильме раскрывается вообще принцип работы слова, принцип работы действия. И это идет такой красной нитью на протяжении всего фильма. Довольно-таки интересная находка. Дальше, уничтожая своими мыслями себя, вот если вы понимаете, ловите сейчас себя на мысли, что да, я ведь тоже уничтожаю в некой степени себя, это делают практически все на планете Земля, так что страшного в этом ничего нет, надо просто это признать, что мы все зачастую это делаем. И мы готовы упасть в эту депрессию, потому что у всех нас привита в детстве вот эта вот жертвенность. Жертвой быть легче. Итак, мы позволяем толпе также нас уничтожать. Почему? Потому что сначала мы уничтожаем себя, толпа это чувствует, и мы позволяем затем толпе иметь над нами какую-то власть и позволять ей издеваться над нами, над собой. Но идея фильма как раз и заключается в том, что мы сами разрушаем себя и сами же можем вытащить себя из передряг жизни. Разрушаем себя, разрушать конфликты с собой, мы можем сами разрушить конфликты с собой, мы можем сами найти общий язык с другими людьми и громко произнести свое «я» и изменить свою жизнь на 180%. То есть здесь идет параллель, да, когда я слабая и когда я сильная. И это очень ярко показано. Вот это мне очень нравится. И мне нравится решение героини, когда она победила саму себя. Стоит этот фильм посмотреть, особенно если вы понимаете, что у вас извечная борьба с собой. В принципе, я сказала все. Единственное, что это кино не для просмотра в компании. Смотреть нужно в покое, желательно один, для того, чтобы понять смысл этого фильма. Может быть, в этом фильме вы увидите какой-то свой смысл. И почему я еще сказала, что актерам необходимо обязательно посмотреть этот фильм, для того, чтобы проанализировать, найти идею фильма. Ведь мы, актеры, должны уметь, самое главное, это анализировать. Подписывайтесь на мой канал, но не просто подписывайтесь, а поставьте на значок колокольчик, для того, чтобы получать уведомления о новых выходах моих роликов. Смотреть их, комментировать, ставить лайки и обязательно рассказывать своим друзьям, вдруг кому-то это видео пригодится и будет полезно. Ну что ж, желаю вам найти общий язык самим собой. Желаю вам хорошего вечера, хорошего просмотра. Всем пока-пока. С вами была Лара Шум.